Давайте, вот человек стоит, вроде не занят. Здравствуйте, это вам, возьмите, пожалуйста, с праздником, пожалуйста, всего хорошего, хорошего настроения, спасибо. Вот так вот. Здравствуйте, это вам, возьмите, пожалуйста, с праздником вас, будь ласка, всего хорошего. Вот подарил девушке военнослужащий цветочек. Давайте заходим в Рошен и посмотрим на цены. Сразу видим акцию, вот такая выгода, 144 гривны за килограмм, классно. Привет-привет, дорогие друзья, с вами Саша и канал Жизнь в Киеве. В первую очередь хочу поздравить всех с таким потрясающим праздником, с днем весны, красоты, женственности, 8 марта. И в честь данного праздника хочу провести такой небольшой социальный эксперимент. Я купил 10 вот таких потрясающих тюльпанчиков и буду раздавать незнакомым женщинам и девушкам. Я сейчас нахожусь возле метро Позняки в городе Киеве. И если вы сейчас находитесь здесь, вы женщина, то у вас есть уникальная возможность получить от меня вот такой потрясающий, красивый цветочек. Вот. Признаюсь честно, я проводил подобный эксперимент в 2017 или же в 2018 году. И люди, знаете, реагировали, ну, в большинстве своем положительно. Но посмотрим, как будет сейчас. Я не буду ничего вырезать абсолютно. Поэтому выпуск ожидается максимально честный, максимально информативный. И, дорогие друзья, буду признателен вам за лайк под данным видеороликом, добрый комментарий, а также не забывайте подписываться на канал. Актуальные ролики из жизни города Киева выпускаю ежедневно. Поэтому ничего не пропустите, если подпишетесь. Так что вот начинаем наш эксперимент. Посмотрим, как будут реагировать люди. Надеюсь, что положительно. Друзья, давайте не терять время и приступаем к эксперименту. Вот так выглядит полностью этот потрясающий букет. Цветы разных цветов. Вот, можете наблюдать беленькие, красные, розовые. В общем, сегодня у нас такой разноцветный подарочек будет. Я специально буду стараться выбирать женщин без цветов, чтобы поднять им настроение. Потому что я сегодня довольно много ходил и вижу, что у многих девушек уже есть цветочки. Поэтому буду дарить только тем, у кого их нет. Чего же с помощью данного эксперимента я хочу добиться? В первую очередь поднять людям настроение. Подарить улыбки в такой красивый весенний день. Сделать что-то приятное, что-то хорошее. И, дорогие друзья, обязательно смотрите данное видео до конца. Увидите, как люди сейчас в городе Киеве реагируют на то, что им просто так дарят вот такой потрясающий цветочек, тюльпанчик. Кстати, я попросил специально флориста, который мне упаковывал данные тюльпанчики, чтобы она завернула каждый в пакетик и обвернула вот такой потрясающей красивой ленточкой в виде нашего украинского прапору. В общем, начинаем наш эксперимент и посмотрим, как реагируют люди. Сейчас я нахожусь возле торгового центра «Пирамида». И что еще хочу вам сказать. Обязательно досмотрите это видео до конца, если вы сладкоежка. Потому что я планирую сегодня еще сделать обзор цен в магазине «Рошен». Поэтому будет очень интересно. Если вы сладкоежка, то обязательно поставьте лайк. Так, а мы сейчас... Здравствуйте. Здравствуйте, это вам. Возьмите, пожалуйста. Не хотите, да? Всего хорошего вам. Пожалуйста. Ну, в общем, первый блин к комам, как говорится. Ну, посмотрим на других людей. Я не буду этот фрагмент вырезать. Обязательно увидите все максимально честно. Здравствуйте. Это вам. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. С праздником вас. Пожалуйста. Всего хорошего. Хорошего настроения. С праздником. Пожалуйста. Вот. Видите, человек обрадовался. Первый цветочек подарили. И вот такой второй красивый беленький. Давайте искать грустных женщин или же девушек. Ну, как грустных. Я образно говорю. Ну, без цветов. И дарить улыбки и хорошее настроение. Пройдемся вот к другой стороне пирамиды. Ну, вот девчонка идет с парнем. Поэтому не хочу, чтобы кто-то еще ревновал. Или меня побили. Не хочу. Здравствуйте. С праздником вас. Это вам. Возьмите, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошего настроения. Вам тоже. Вот. Второй женщине подарил цветочек. И давайте пройдемся дальше. Видите, просто человек ждал своего автобуса. Вот автобус только что приехал. Если бы я подошел на пару секунд позже, то уже бы никого не было. Давайте берем третий цветочек. Вот такой потрясающий тюльпанчик. И кто же его получит? Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Возьмите, пожалуйста. Хорошего настроения. Хорошего дня. Будь ласка. Вот. Подарили еще одному человеку. Вот так. Берем следующий тюльпанчик. Давайте пройдемся в сторону метро. Поближе к метрополитену. Я думаю, там будет народу побольше. Здесь почему-то людей мало. И давайте скажу вам пару слов относительно погоды в городе Киеве. Сегодня плюс 6 градусов. Но присутствует такой прохладный ветерочек. Поэтому лучше одеваться потеплее. Сейчас еще параллельно, пока буду идти к метро, покажу вам, что же у нас продается в переходах. И отвечу на самый главный вопрос относительно цен на тюльпанчике. Вот по 40 гривен. Вот такие потрясающие цветочки. Вот. И даже можно оплатить на карту. Одежда продается. Ну, как обычно. Вот. Не буду сильно показывать. Сильно заострять на этом свое внимание. Потому что, ну, не знаю. Кому-то это сейчас не особо интересно, такие обзоры. Ну, именно сегодня. Так-то они интересны, конечно. Но сегодня хочется чего-то такого положительного больше. А не снимать нижнее белье в переходах. Не особо, честно, есть на это сейчас настроение. Еще хочу сказать вам несколько слов относительно военной обстановки в городе Киеве. Обстановка спокойная, стабильная. Слава богу, воздушных тревог не было в Киеве. Вчера была одна в области. Но длилась она недолго. И быстро отменили. Слава богу, что сейчас все хорошо. И будем надеяться, что так же будет и в дальнейшем. Вот возле метро видим, ну, довольно большое количество торговцев, продавцов. И так же большое количество людей. Поэтому сейчас обязательно кому-то подарю. Ну, вот женщина идет с букетом цветов. Поэтому ей дарить не буду. У нее цветочки уже есть. Смотрите, склад тапочек по 200 гривен. Класс! Классные тапочки. Всего лишь 200 гривен. Супер! Кто же сейчас будет счастливой обладательницей вот такого потрясающего тюльпана? Скоро узнаете. Вот, видите, одни мужчины в основном. Если я подарю сейчас цветочек мужчине, то меня могут побить. Поэтому не буду. Или же я вижу, ну, девчонок, которые куда-то спешат, то тоже не хочу как-то останавливать, навязываться. Тоже это не совсем правильно. Вот, давайте подарим. Здравствуйте! Возьмите, пожалуйста, это вам. С праздником! Всего хорошего! Пожалуйста! Вот, подарили цветочек. Вот, и вспомнил еще такую фразу. От сердца и почек дарю вам цветочек. Ну, такое говорить, конечно, незнакомым людям, наверное, не совсем правильно. Сами понимаете. Может быть, реакция очень разная. Давайте сейчас будем подходить, чтобы максимально расширить географию, так скажем. Подходить к торговому центру Аладдин. Вот. Давайте подумаем, кто же у нас станет счастливой обладательницей вот такого тюльпана. Сейчас все узнаете. И я узнаю, потому что я сам не знаю. Я же ни с кем не договариваюсь заранее. Сами понимаете. Человек разговаривает. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, видно, человек не захотел. Ну, разговаривая по телефону, тоже, конечно, не совсем корректно отвлекать. Давайте. Вот человек стоит. Вроде не занят. Здравствуйте! Это вам. Возьмите, пожалуйста. С праздником! Пожалуйста! Всего хорошего! Хорошего настроения! Спасибо! Вот так вот. Переходим дорогу. И вот такой кто-то сейчас получит красивый тюльпанчик. Видим, девушка очень так улыбалась. Видимо, ей понравилось. Буду стараться подходить к людям, которые вот стоят на одном месте, не ходят, куда-то идут, чтобы не отвлекать. Так, это я, наверное, далеко уже зашел. Здесь людей мало. Давайте будем возвращаться в сторону. Подойдем к Макдональдсу. Вот такое общественное место. И потом, в конце обзора, обязательно нужно перекусить в Макдональдсе. Так, я перебегаю в дорогу, в неположенном месте. Не ругайте меня, пожалуйста. Возле Макдональдса тоже довольно мало народу. И все люди, как правило, куда-то идут, заняты. Ну, вот девчонки с цветами. Поэтому не буду дарить им еще одни цветы. Буду стараться, я же говорю, выбирать только тех, кто без цветов. Потому что хочется поднять настроение именно людям, у которых нету цветочков. В такой потрясающий день. Ну, может, конечно, ближе к вечеру и появятся, но сейчас нет. А вот скоро будут. Вот такой красивый тюрпанчик. Классно, кстати, упаковали. Мне очень нравится, что вот так завязали. Такую повязочку в выгляде украинского прапору. Классно. Вот стоит девчонка. Так, давайте быстренько перебежим дорогу. Человек разговаривает по телефону. Не знаю, не совсем правильно, наверное, его отвлекать. Это не очень корректно. Поэтому давайте пойдем дальше. А знаете, куда я решил пройтись? В парк Позняки. Смотрите, я возле Аладдина подарил цветочек. Подарил цветочек возле пирамиды торгового центра. Возле метро. И давайте расширим максимальную географию. Пройдемся в сторону парка Позняки. Я там часто снимаю обзоры. Давайте подарим цветочек. Здравствуйте. Здравствуйте, это вам. Возьмите, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Не хочет человек брать цветочек. Ну ладно. Знаете, что я понял? Не нужно подходить к людям, которые куда-то спешат. Или разговаривают по телефону. Потому что они все равно заняты. И в них нет времени, чтобы получить такой потрясающий цветочек. Поэтому сейчас пройдемся в парк. В парке люди обычно отдыхают, гуляют, пьют кофеечек. Ну вот человек разговаривает по телефону. И судя по выражению лица, человек чем-то озадачен. Поэтому не буду отвлекать. Давайте посмотрим на обычный переход в городе Киеве. Возле Позняков. Что здесь у нас есть? Смотрите, даже кролики продают. Здравствуйте. Какую цену кролик у вас? 500 гривен. Спасибо большое. Всего хорошего. Вот как-то так. Очень много цветочков, кроликов. Огурцы. Не хочется сейчас делать обзор вот этого всего. Пришел в парк Позняки. И как можем видеть, люди гуляют, наслаждаются весенним потрясающим днем. И кто-то сейчас получит хорошее настроение от Саши. Вот. Так, кто же это у нас будет? Как вы думаете? Взял два цветочка. А как вы думаете, почему? Вижу двух девчонок, которые сидят на лавочке, пьют кофе. Как раз идеально, чтобы меня не прогнали. Вот. Смотрим сейчас. Здравствуйте. Это вам. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Нет. Всего хорошего. Ну вот, люди, видите, с негативом отнеслись. Но ничего. Ничего страшного. Пойдем сейчас к озеру. Смотрите, что я здесь заметил. Уточка совместно с голубями кушает что-то, я не знаю, что. Ну, в общем, такая вот интересная компания. Уточно-голубиная. Вот смотрите, как она улетела. Уточно-голубиная компания. Ну, а сказал, конечно, прям как цитата. Давайте обойдем озеро. Посмотрим. Хожу сейчас возле озера, но пока как-то не наблюдаю именно подходящих людей, чтобы кому-то подарить цветочек. Ну вот, женщина идет с ребенком. Давайте попробуем ей. Здравствуйте, это вам. Возьмите, пожалуйста, с праздником. Пожалуйста, всего хорошего. Хорошего настроения. Вот. Вышли в парк прогуляться. И получили цветочек. Абсолютно незнакомого человека. Вот. Что-то я, если честно, как-то немножко нервничал. Ну, просто, понимаете, это для меня определенный вызов подходить к незнакомым людям и что-то им давать. Я никогда таким не занимался, и поэтому определенная тревожность у меня присутствует по этому поводу. Я говорю честно. Я, когда начинал вести этот блог, давал себе обещание, что я буду максимально честным, максимально искренним и не буду что-либо так приукрашивать или скрывать. Говорю, как оно есть. Давайте пойдем в сторону метро опять. Думаю, что метрополитен привез каких-то позитивных людей, чтобы им подарить цветочки. И заодно буду заходить в Рошен делать обзор цен в магазине. И, возможно, что-то там себе куплю. Не знаю, посмотрим. Под настроение. Здравствуйте, это вам. Возьмите, пожалуйста. С праздником вас. Будь ласка. Всего хорошего. Вот подарил девушке военнослужащий цветочек. У меня еще осталось три цветочка. И вот такой белый тюльпан. Ну, вот я вижу, стоит девчонка. Давайте подойдем и подарим цветочек. Здравствуйте, это вам. Возьмите, пожалуйста. Здравствуйте, это вам. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. С праздником вас. Всего хорошего. Хорошего настроения. Спасибо. Девчонка обрадовалась. Давайте пройдемся дальше. Полиция кого-то остановила. Вот в патрульном экипаже девушка и мужчина. Давайте попробуем подарить. Здравствуйте, это вам. Возьмите, пожалуйста, с праздником. Социальный эксперимент я раздаю цветы людям в честь праздника. Раздаю цветы людям в честь праздника подарить. Будь ласка, будь ласка. Ну, не хочет, так не надо. Ну, ладно. Давайте кому-то мы еще подарим. Давайте посмотрим, кто же сейчас станет счастливой обладательницей вот такого тюльпанчика. Кстати, это один из самых таких красивых, на мой взгляд. Посмотреть, какой он классный. Вот одна из самых красивых тюльпанов. Один из самых красивых. Давайте подарим. Здравствуйте, это вам. Возьмите, пожалуйста, с праздником. Вы меня будете снимать? Ну, конечно. А зачем? Социальный эксперимент. Я блогер. Всего хорошего, всего хорошего. Ну, вот, человек не хочет. Давайте пройдемся дальше. Кстати, пишите в комментариях, отказались бы вы от такого красивого тюльпанчика или же нет. Будет интересно посчитать. Я бы не отказался. Даже несмотря на то, что я мужчина, то я бы не отказался. Такого классного подарочка. Так, ладно. Давайте, кому ж мы подойдем. Самый красивый тюльпанчик. Давайте мы подойдем. Здравствуйте. Это вам. Возьмите, пожалуйста. С праздником. Да, конечно. С праздником. Всего хорошего. Хорошего настроения. До свидания. Пожалуйста. Вот самый красивый тюльпанчик. У меня еще осталось два. Точнее, приношу свои извинения. Остался один. Последний тюльпан. И кто же его сейчас получит? Сейчас как раз иду в сторону Рошена, чтобы делать обзор. И кто-то получит по дороге такой красивый тюльпанчик. Давайте последний тюльпан. Здравствуйте. Это вам. Возьмите, пожалуйста. С праздником. Пожалуйста. Всего хорошего. До свидания. Последний тюльпанчик вот так вот отдали. И сейчас буду заходить в магазин Рошен делать обзор цен. Поэтому не переключайтесь. И пишите в комментариях, взяли бы вы такой цветочек от незнакомого человека. Будет интересно почитать. Давайте заходим в Рошен и посмотрим на цены. Сразу видим акцию. Вот такая выгода. 144 гривны за килограмм. Классно. 335 гривен. Вот такая упаковка. Ну, в целом, неплохо, я бы сказал. Так, давайте посмотрим цены на печенье. 35 гривен. Вот такое. 31. Возможно, звук придется убирать. 37, потому что здесь музыка. 49. Вот такой крекер. Печенье. 32 гривны. И вот такое по акции 18. Есть еще вот такое. Вафли 23. Клубничная. Лимонная. Что-то оно так мерцает как-то на экране. Это из-за света. Вафли 44 такие. 27,90. Ваниль. Что-то хочется чего-то такого сладкого. Не знаю. Но лучше, наверное, не брать. Я зайду в Макдональдс. Обязательно покажу вам, что же я взял. Хотя, знаете, что-то оно меня так приманит. Я просто последний раз ел еще с утра, поэтому очень голодный. Так, конфеты такие с виски. 74 гривны. Конфеты с вишневым ликером. 82. Стрела. 131 гривна. Напоминаю, 1 доллар у нас сегодня 39 гривен. 1 евро 42 гривны. Средняя зарплата в Киеве. 22 тысячи гривен. Средняя зарплата по Украине. 18 тысяч гривен. Вот конфетки такие, коробочки. Киев в Ичирнии. 140 гривен по акции. Так, давайте пройдемся дальше. Вот такие. 209 и 139. Вот 256 грамм и 194 грамма. Комплимент. Вот такой шоколад. 125. Вот такая маленькая упаковка. 45% акция. 68 гривен. Тоже 68. Масло. Соленое масло. 86 гривен. Сгущённое молоко. Можете видеть цены. И смотрите, акция. Каждый день с 20 часов. 25% на все пирожные и тортики. 289. Торт до кавы. Кофейный торт. Тоже 289. Медовик. По аналогичной стоимости. Пишите в комментариях, какие ваши любимые тортики. Ворошения. Золотой ключик. Вот цены. Ну, их поразбирали. Торт киевский. 298 и 493. Торт десерт. 359. Лимон, шоколад. Кстати, хорошее сочетание. Классное. Ну, его уже поразбирали. Всё. Его уже нету. Пустые полки. Пустые полки на 8 марта. Ворошения. Зефир классический. 65. Да, конечно. Стрела подельская. 131 гривна. Бисквит. Бисквит. Вот такие. Печенье. Мультикейк. Очень разное. Слоники. Вот такие милые. 149 гривен. Котик. 99 гривен. Если у вас есть котик. Или же вот такой классный динозавр дома. Домашний динозавр. То ставьте лайк. Не забывайте. Огромный такой ушастый товарищ. 400 гривен. Маленький. 99. Вот еще маленький ушастик. 119. Сувенирный набор. Юкрейн. 190. Шоколадки. 28. 42. С металем. Большая шоколадка. Лакми. 77. 97. Если бы сделали. 77. 77. Я бы купил. Потому что это выигрышное число. А 77. 97. Как-то оно, знаете, не звучит. Новые шоколадки. От Рошена. 48 гривен. Прикольно. С металем. С орехами. Так. Я уже очень сильно проголодался. Сейчас быстренько поснимаю. И пойду в Макдональдс. Поем. Потому что после такого. Напряженного обзора. Так скажем. Хочется очень хорошенько перекусить. Покажу вам обязательно. Что же я купил в Макдональдсе. Поэтому не переключайтесь. Смотрите до конца. Яйцо. Шоколадное. 60 гривен. Драже. Желие. В общем, сами видите. Грибочки вот такие. 60. Классные. Цукаты. 156 гривен. 155 грамм. Нормально. Арахис. Вот такой. В молочном цуколаде. Так. Меня эта музыка здесь немножко. Немножко напрягает. Возможно, придется накладывать звук на все видео. Так. Апельсиновые цукаты. Ну, не на все видео. А именно на эту часть. Посмотрим, как будут авторские права ругаться. Роксики. Конфеты. Класс вообще. Вкус моего детства. Смотрите. Конфетки вот такие. В виде веселых зверя. Левеня. Ведмежа. Мавпочка. И даже пингвин. Представляете? Шипучка. 14-28. Вкус детства многих. И потом главное, чтобы живот после него не болел. Червоный мак. 28-65. Лещина. Конфеты. 25. Сливки-ленивки. Очень вкусные. 18-25. Вот такие, кстати, конфеты классные. 21 гривна. Тоже хорошие конфетки. Чернослив в шоколадной глазури. О, медаль шоколадная по акции. 53 гривна. Такие дюшес. Конфетки. 12-28. Смотрите. 2-2-8. Кто в теме, тот знает. Шучу. Раньше песня такая была. Очень популярная. Лет 10 назад. Ментоловые конфеты. О, кофейные вот такие классные. Блин, я их очень люблю. Наверное, возьму. Не могу удержаться. И вот такие тоже очень вкусные конфеты. С кислой начинкой. Похоже на шипучки. Пчелка шалена. Колодным сюда приходить вообще нельзя, потому что все хочется попробовать, все хочется взять. Тоже юми вот такие вкусные конфеты. Галаретка. Вот гранола. Хола. Хола, если не ошибаюсь, это испанский. Если я ошибаюсь, то поправьте меня в комментариях. Коко. Коко. 28. Это стоит. Такие яйца. Шоколадки. Ну, в общем, сами смотрите на цены. Вот ромашка. Куривка. Тоже любимый вкус многих детства. Коровочка. Эклеры. Крабики. Знаете эту песню? Дойдем до Клабика, потанцуем крабика. Помните? Я помню. Такие конфеты. Вот еще. Со вкусом сока. Juice Mix. 12 гривен за 100 грамм. Вот шоколадные конфеты. Тофе линии. 18 гривен. Классно вообще. Это гранола. 15,68. Тоже по акции. Вот. Давайте возьму, наверное, вот этих кофейных. Вот такие карамельки кофейные. 112 грамм. 18 гривен. Давайте посмотрим еще пирожные. Вот цены. За 100 грамм на видео. Кому интересно, то ставьте на паузу. И вот сами эти пирожные. Тоже выглядят аппетитно, вкусно. Все обращают внимание на зефир. Тоже зефир. Цены вы видели. Пирожные. Классные. Вот такие. Шокомилк. Эклеры. Рошеновские. Очень вкусные. Все их любят. Заварные. Рошен. Бисквитные с начинкой. Ну, в общем, картошка вот эти. Популярные пирожные. Тисточка лимонный. Тарт. Тарт вишневый. Вот такой. Вообще классный. С вишней. Ну, ладно. Я уже не могу здесь находиться, потому что я все сейчас куплю. А потом килограмм на 10 стану больше. Если не больше. Если не на 20. Так, идем на кассу и будем покупать вот такую карамельку. Иду в Макдональдс. Сейчас буду обедать. И обязательно покажу вам, что же я купил. И также покажу краткий обзор данного заведения. Классный Макдональдс. Находится возле метро Позняки. Здесь панорамные окна. Ну, в общем, очень приятно находиться. Классно. Его относительно недавно реконструировали. Если я не ошибаюсь. Ну, вот перед началом войны, перед началом полномасштабного вторжения года... Ну, года два назад, по-моему, его реконструировали. В общем, он практически новый. И давайте скажу вам несколько слов относительно эксперимента. Мои мысли. Ну, что... В целом, неплохо. Я подарил хорошее настроение другим людям. Десять человек, десять девушек, женщин получили от меня цветочек. Цветочек от блогера Саши. Вот. Надеюсь, они будут вспоминать меня с улыбкой, с позитивом. И этот цветочек будет радовать их долго. Дарить хорошее настроение. Некоторые люди, конечно, да, отказывались. Возможно, они как-то, ну, переживали или еще что-то. Ну, не знаю, почему. У всех разные убеждения, так скажем. Ну, это их право и нельзя их за это осуждать. У каждого есть право выбора, как говорится. Кто-то согласится, кто-то откажется. Ну, в целом, я доволен, что смог поднять настроение другим людям. Я не могу поменять мир, не могу поменять все, что сейчас происходит, какие негативные события, но я в силах сделать от себя какой-то маленький вклад и сделать для других людей что-то хорошее, подарить хорошее настроение. И это классно, это хорошо. Пишите ваше мнение относительно видеоролика в комментариях. Будет очень интересно почитать. И давайте заходим в Мак, покажу, что же я купил. Сейчас поднимаюсь на второй этаж Макдональдса и покажу вам интерьер. Классный интерьер. Довольно много народу. И сейчас посмотрим, есть ли свободное место возле панорамных окон. К сожалению, мест нету. Ну, ладно. Пройдемся в уголочек. В общем, Биг Мак меню. вместе с кофем мне обошелся в 200 гривен. Это примерно 5 долларов. Пожелайте приятного аппетита. Пишите в комментариях, сколько стоит Биг Мак меню в вашей стране. Такой у нас сегодня был позитивный и приятный выпуск. Надеюсь, он вам понравился. Пишите ваше мнение относительно видео в комментариях. Будет очень интересно почитать. Это такой необычный формат для меня. И если я увижу, что он интересен аудитории, то буду повторять подобные акции и в дальнейшем. Также, если вы хотите поддержать меня финансово, можете отправить какую-то сумму на карточку. контакты будут точнее, номер карты будет в первом закрепленном комментарии, а также в описании под данным видеороликом. Не забывайте ставить лайк, а также подписываться на канал. Буду вам очень благодарен, дорогие друзья. Если вы хотите приобрести какие-то сувениры из города Киева, также товары из ярмарок, барахолок, любые вообще позиции с моих обзоров или же не с моих обзоров, то пишите в телеграм. Контакты будут также в описании под данным видеороликом и в первом комментарии. Всем спасибо большое за просмотр, всем мира, хорошего настроения и добра!